Время новостей на телеканале Север. Студия Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. 177 заболевших, 532 изолированных. Коечный фонд для ковидных больных увеличился в два раза. Сотрудники Государственного поджарного надзора отмечают профессиональный праздник. В регионе стартовала экологическая акция «Нашим рекам и озерам чистые берега». 170 случаев заражения ковид-19 выявили в Ненецком автономном округе с 1 по 15 июля. Для сравнения за весь июнь – 99. В мае – 11. В настоящее время в регионе лечение от коронавирусной инфекции получают 177 человек. COVID-19 медики выявляют двумя способами. Один из них – ПЦР-тестирование. Это когда у человека берутся мазки и сносы и ротоглотки. Данным методом диагноз установлен у 160 пациентов. Еще у 17 человек коронавирус подтвердился методом иммуноферментного анализа. Материалом для такого тестирования служит сыворотковенозной крови. Этот метод дает максимально точный результат, так как позволяет определить стадию течения заболевания. Из 177 заболевших 130 лечатся амбулаторно. Они получают лекарства бесплатно. Также амбулаторных больных обеспечат приборами пульсоксиметрии, которые можно использовать в домашних условиях. Они необходимы для сатурации легких. Сатурация отражает степень дыхательной недостаточности. Низкий показатель сатурации является одним из важных критериев для госпитализации больного с коронавирусом. В стационарных условиях лечение от коронавируса получает 47 пациентов. Коечного фонда опять не хватает. Хотя совсем недавно он был увеличен с 30 до 40 коек в инфекционном стационаре. Еще 7 коек находятся в ковидной реанимации. На оперативном штабе по коронавирусу, который провел глава региона, было принято решение об увеличении коечного фонда для больных коронавирусом. В инфекционном стационаре для ковидных пациентов предусмотрят 60 коек. С ростом заболеваемости среди населения растет и количество жителей региона, находящихся по предписанию Роспотребнадзора на карантине. Это близко контактировавшие с заболевшими. Их на сегодня 532 человека. В связи с достаточно большим количеством изолированных жителей Ненецкого автономного округа, отправленных Роспотребнадзором на карантин, волонтеры возобновили работу по доставке продуктов и медикаментов. Мы решили возобновить нашу работу. Схема на самом деле достаточно простая для людей самоизолированных. Они звонят нам по номеру телефона 601-88 в ресурсный центр, оставляют свою заявку на помощь в покупке продуктов, выгуле собак, выноси мусора, покупке лекарств. Мы находим волонтера, который может это отработать по адресу. И, соответственно, состыковываем уже волонтера и человека, который нам подал заявку. И они созваниваются и отрабатывают волонтера эту заявку. В городской поликлинике вновь начали принимать анализы на антитела к коронавирусу, которые были приостановлены из-за отсутствия реагентов. А в новой ПЦР-лаборатории, расположенной в диагностическом корпусе больницы на улице авиаторов, делают тесты по субботам всем желающим без предварительной записи. Пройти процедуру можно за 1400 рублей. Пройти тестирование можно будет следующим образом. Нужно будет подойти в кассу, кабинет номер 313, произвести оплату, оформить документы. И с направлением нужно будет пройти в процедурный кабинет для получения услуги. Ответы можно получить в этот же день, с 8 до 9, также в здании лечебно-диагностического корпуса на первом этаже. Либо можно ответы получить на адрес электронной почты, указанный пациентом при заполнении документов. В Нинницком округе продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Обращаем внимание желающих вакцинироваться. В настоящее время в округе в наличии имеются только две вакцины – «Спутник Ви» и «Эпивак Корона». Третья вакцина – «Ковивак» для первичного вакцинирования закончилась. Осталась партия только для тех, кто должен пройти второй этап вакцинации именно этой вакциной. Вакцинироваться без записи в порядке живой очереди можно в дополнительном пункте вакцинации, который находится в фойе Дворца культуры Арктика. Пункт работает без выходных. Напоминаем также, что в Нинницком округе действует обязательный масочный режим. Задать вопрос, связанный с COVID-19, можно на региональную горячую линию по коронавирусу по короткому номеру 122. 16 июля в округе официально стартовала экологическая акция «Нашим рекам и озерам – чистые берега». В ней приняли участие представители органов власти, компаний-недропользователь и городских ТОСов. Акция проводится в России ежегодно, начиная с 2014 года. В рамках реализации национального проекта «Экология». Её участники очищают водоохранные зоны, причалы и берега водоёмов от грязи, мусора, а также отходов производства и потребления. Сегодня деятельность человека привела к тому, что в 70% рек России вода не годится для питья и опасна для купания. На берегах создаются и разрастаются мусорные свалки. А ведь вода – источник жизни. Природа – наш общий дом. И наводить порядок в своём доме должен каждый. Вооружившись перчатками и мусорными мешками, сотрудники профильных ведомств вышли на уборку береговой территории. Для каждой из них определён свой участок. Экологический десант Департамента строительства ЖКХ, транспорта и энергетики Ненецкого округа возглавил заместитель губернатора, курирующий данное направление. Общими усилиями привели в порядок берег около городского моста. «Чтобы люди видели чистоту природы, красоту природы, поэтому непосредственно будем принимать участие в этой акции. До тех пор, пока сделаем берега чистыми. И, пользуясь случаем, хочу обратиться к людям, если вы отдыхаете на берегу, то просьба оставлять после себя ту же детственную чистоту, на которую вы приходите. Потому что природа без помощи человека не может, к сожалению, очиститься». Всем нам хочется видеть наш город и его окрестности чистыми и ухоженными. Поэтому в эти дни многие хотят внести свой посильный вклад в наведение порядка на берегу водоёмов. В наших интересах и в наших силах беречь окружающую нас природу. Участие в экологическом десанте также приняли представители городских ТОСов. «Мы выходим каждый год и убираем достаточно большое количество оставленного туристами мусора, в том числе мусора, который выносят талыми водами». Экологическая акция нашим рекам и озёрам «Чистые берега» продлится до середины сентября. С 15 июля Пенсионный фонд начал принимать заявление на новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми. Согласно указу президента номер 396 от 2 июля 2021 года, семьи с детьми могут получить единовременную выплату на каждого ребёнка. «Право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей предоставляется родителям, усыновителям, опекунам, попечителям детей в возрасте от 6 лет. При условии достижения ребёнка возраста 6 лет не позднее 1 сентября. То есть 6 лет должно исполниться до 1 сентября 2021 года и до достижения ребёнка 18 лет на дату вступления в силу указа. То есть до 3 июля 2021 года должно исполниться 18 лет, не старше». Кроме того, выплату могут получить также лица с ограниченными возможностями в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общепрозовательным программам. Самое главное условие – дети и родители, а также попечители, опекуны и усыновители должны быть гражданами России и проживать на территории страны. Те, кто в прошлом году выплаты на детей не получал, могут обратиться в клиентские службы пенсионного фонда для подачи заявления, причём независимо от места жительства. А для тех, кто подавал заявление на единовременную выплату, в прошлом году всё намного проще. «Самый основной канал – это госуслуги, поскольку на госуслугах те, кто в прошлом году получал выплаты детские, уже имеются заявления, заполненные практически, сведения о которых нужно в заявлении просто подтвердить, либо в случае изменения просто внести изменения. То есть приоритет, конечно, вот этой форме обращения. Но есть такие категории, как опекуны и попечители, которые должны подтвердить в необходимых случаях свой статус. Поэтому они, как правило, обращаются все через клиентские службы пенсионного фонда». Подать заявление можно до ноября текущего года. Перечислять выплаты пенсионный фонд начнёт после 16 августа и до 31 декабря 2021 года включительно. Елизавета Кабанова, Владислав Носкин, Телеканал Север. 18 июля 1927 года постановлением в ЦИК было утверждено положение об органах Государственного пожарного надзора в РСФСР. С этого времени эта дата считается профессиональным праздником сотрудников Госпошнадзора. Разработан проект этого положения был на Всероссийском совещании пожарных в мае 1926 года. После его подписания на органы Госпошнадзора легла большая ответственность по профилактике пожаров, по их предотвращению на предприятиях, в жилых помещениях и образовательных учреждениях. Денис Литвинов, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ненинскому автономному округу, служит в Государственном пожарном надзоре уже более 15 лет. Вообще служба в МЧС для меня немножко по-другому представлялась на тот момент. Я думал, что я буду пожарным, заступать на дежурство сутки через трое, но мне предложили попробовать себя в Государственном пожарном надзоре. На тот момент я не совсем представлял, что это такое. Прошел собеседование с руководством. И с 13 февраля 2006 года по сей день я работаю в Государственном пожарном надзоре. Как и в любой профессии, в деятельности Государственного пожарного надзора есть своя специфика. У нас очень стремительно меняется законодательство. Честно сказать, сами мы еле успеваем за ним, не говоря уже о населении, о руководителях, у которых кроме законодательства в области пожарной безопасности есть еще много направлений. Сотрудники службы осуществляют надзор за состоянием пожарной безопасности организаций, техническим состоянием пожарного инвентаря, снаряжения и оборудования, работоспособностью всех автоматических систем защиты. С определенной периодичностью служба пожарного надзора проводит проверки в организациях и на предприятиях всех форм собственности. В первую очередь, мы и сами говорим, что наша проверка должна расцениваться не как какая-то мера взыскания или наказания, а как консультативная помощь. Денис Александрович отметил, что в этом году было проведено более 70 проверок. Обошлось без административных штрафов. А вот предупреждения об устранении тех или иных замечаний по пожарной безопасности были. При проверке мы выдаем предписания, в которых все расписано, что нужно сделать, какие замечания выявлены, установлены сроки, в течение которых все это нужно устранить. И в каждом мероприятии по надзору мы даем консультации, мы общаемся не только с должностными лицами, с руководством, но и с персоналом. Денис Литвинов любит свою работу и считает, что повышать профессиональные знания необходимо. В настоящее время он обучается в магистратуре в Санкт-Петербургском государственном университете противопожарной службы. В этом же вузе Денис Александрович получил высшее образование по специальности инженер пожарной безопасности. Я считаю, что именно в этой профессии я нашел себя ни разу за свою службу. Я не думал переводиться либо в другое подразделение, либо вообще менять свой род деятельности. Но пока я чувствую себя на своем месте. Телеканал «Север» поздравляет всех представителей Государственного пожарного надзора с профессиональным праздником и желает успехов в службе. Катрина Тайбарей, Антон Водряков, Телеканал «Север». Для граждан Российской Федерации в возрасте от 14 лет, являющихся волонтерами, представителей некоммерческих организаций, медиасферы, коммерческих сертур, реализующих социальные проекты, продолжается подача заявок на международную премию «Мы вместе». В рамках реализации федерального проекта «Социальная активность национального проекта образования» указом президента Российской Федерации по итогам встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи было принято решение об учреждении международной премии «Мы вместе». Международная премия «Мы вместе» запустилась она, получается, с мая, с конца апреля 2021 года и является более расширенным масштабным проектом конкурса «Доброволец России», который проводился до этого, по-моему, лет 10 подряд. Так как в этом году, в прошлом году акцент был сделан на акцию взаимопомощи «Мы вместе», поэтому данную премию, данный проект решили немножко масштабировать и как раз приурочить к этой акции и назвать его одноименно «Мы вместе». В этом году кампания подачи заявок продлится по 25 июля включительно. Подать свой проект может любой желающий активист возрастом от 14 лет. В премии есть четыре трека по разным направлениям. Это волонтёры НКО, бизнес, медиа и международный конкурсный трек. В треке «Волонтёры» можно подать свои социальные проекты, проекты, направленные на здоровый образ жизни, патриотику, культуру, развитие комфортной городской среды. В треке «Бизнес», как раз такие бизнес-партнёры, которые подключались к пандемии в основном, такие крупные сети, какие-то индивидуальные предприниматели могут спадать свои проекты, которые направлены опять же на благополучие, улучшение благополучия жизни граждан, городской среды. И есть трек «Медиа», туда мы призываем принять участие все средства массовой информации. Подать заявку можно на официальном сайте премии «Мы вместе», загрузив свой проект или публикацию и аргументировав цель своего продукта. Международный конкурс будет проходить в несколько этапов, на каждом из которых участникам даются задания. При успешном прохождении всех ступеней в финале состоится рейтинговое голосование, где и будут выявлены победители. Каждый из них получит грантовую поддержку на реализацию проекта и ценный опыт. Ребята в возрасте до 17 лет, волонтёры, получат по 600 тысяч победителей, до 600 тысяч на реализацию своего проекта, а ребята старше 18 лет до 2,5 миллионов. Плюс в каждом треке это информационная поддержка крупная, больших крупных каналов. То есть освещение вашего проекта может быть не только в регионе, но и по России. Также это участие в специальных образовательных программах Синежа и какие-то обучающие мастер-классы уже по направлениям. Активисты Ненецкого округа также могут подать заявку на участие в премии. Если у вас возникли вопросы, вы можете обратиться за консультацией в региональный центр молодёжной политики и военно-патриотического воспитания. На этом у меня всё. Далее смотрите прогноз погоды.